Добрый вечер, дамы и господа, с вами DiceMaster. Я продолжаю стримить роли-лайк игру Медовый Рогалик. И сегодня стрим будет проходить в качестве эксперимента на YouTube, напрямую на плеер YouTube. Потому как Twitch что-то в последнее время лагает и не радуется стабильностью. А YouTube наконец-то починили на SK2TV. И, надеюсь, у вас не будет ни лагов, ни каких-то других проблем, а появятся только дополнительные возможности, вроде перемотки и просмотра в меньшем разрешении. Ну что ж, привет всем, кто уже присоединился к стриму и смотрит. А я, недолго не откладывая, скажем так, переключусь на игру. И вспомню, что наш персонаж Гоблинец находится сейчас в подземном храме магов, пьющих бывших воинов, которые... Оооо, каких магов? Конечно же... Монахов. Настоятель храма Шо стоит рядом с нами. Они... Гонят тут самогон, запивают свое трехсотлетнее горе, связанное с архидемоном, запечатанным в подвале. Правда, мы спускались в подвар, и архидемона никакого не находили. Привет, Вэйфлэйм, Мендоса, Снегами, Камазулен, Фиксер, Гога-Гога, ну, всех, в общем, раз вам отвезите. Ой, что-то язык заплетается, устал я сегодня. А как известно, играть в Роги Лайк-игры устал на состояние, плохая идея. Ну, мы посмотрим, что из этого получится. Может быть, какой-нибудь эпичный фейл, который будет очень весело и забавно смотреть. Сергея сегодня не будет. Вот Софлот спрашивает меня, будет ли Бобров сегодня. Нет, он максимум будет в чате присутствовать. Ну, или даже просто зрителям, молча. В целом, мы с ним наметили некоторый такой план, что может сделать мой персонаж, чтобы не гуфнуться в первые полчаса. И я думаю, это мне поможет немножко сделать стрим более успешным. Храм Монаховых Алкашей, именно так вы, Флэйма. А что им делать? Представляете, монахи, которые проводят многие дни в постоянном усердном молении. Ну, и хочется хоть какого-то развлечения, хоть как-то отвлечься от этой серости и праздности. И вот вино позволяет им сделать это хотя бы ненадолго. Добрый день, Ямада Стоун. Привет, Алекс. Сегодня спойлерить некому. Да, это, я думаю, пойдет на пользу в целом стриму. Что ж, как мы можем видеть, у нас здесь вот такие характеристики. Это 116 полного здоровья. У нас было достаточно много дополнительного здоровья. Но потом что-то случилось, и это что-то называется порча, проклятие, которое высосло из нас жизненные силы. Хотя бы зрение вернули. И то благо. Но был слепой как крот. Разиус обзора теперь у нас 8, вместо бывших 4. Сила атаки, в общем-то, развиваться вряд ли будет, наверное, в ближайшее время. Хотя, как видите, текущая сила атаки 7, а полная 25. Могло быть и побольше. Скорость бега, скорость атаки вообще минус 9, за счет того, что у нас вообще она не развита никак. Используется меч с такой скоростью атаки. В общем, я до конца скажу вам, не разобрался, как эти характеристики работают. Дайс, а вдруг надо выпить и увидишь его? Вот, да, да, если бы найти здесь какой-то алкогольный напиток, ну, хоть самый завалящий какой-нибудь уже протухший самогон, но нет, к сожалению, ничего, найти такого не удается совершенно. Кстати, Дайс, говорит, Хешала, я помню тот самый первый труп с кучей шмот на 6 уровне, кажется, вонючих пещер. По-моему, грязные пещеры они назывались, и в них нужно будет пойти. Мне стоит, во-первых, вспомнить, где я нахожусь. Я сейчас с некоторой опаской нажимаю Escape, потому как Escape, вот на Game 9 там есть целая дискуссия в теме по этому рогалику, на тем толпе, чему здесь нужен или не нужен Escape, который вывозит маленькую менюшку с сообщением типа выйти, нет. Я скажу так, в большинстве игр, в подавляющем большинстве игр, Escape либо выводит меню, либо вообще ничего не делает. Заметьте, во многих играх вывод менюшки, из которой есть выход из игры, осуществляется по каким-то специальным клавишам, типа F10 и тому подобного. Почему? Потому что Escape используется для того, чтобы закрыть какое-то модальное окно, или отклонить какое-то предложение, или сделать еще какую-то отмену, отказаться от чего-то. И здесь, нажимая Escape просто вот в чистом поле, я ни от чего не отказываюсь, я просто максимум должен был получить небольшую менюшку, не прерывающую геймплей. Но это, на мой взгляд, автор, конечно, мне не может с моим не совпадать. И здесь вместо этого я попадаю в главное меню, где мне нужно назад загружать персонажей. Это немножко вызывает такой конфьюжен. Мелкий, но все же. О, Windows говорит, Я поиграл в этот дрогалик и понял, лихо, это зло, эта сволочь телепортнула меня в комнату с двумя крокодилами и проходом, залитым лавой. Жуть. Не повезло тебе. Добрый вечер. Привет, Андрей, тебе тоже. Что ж, сделать здесь я вряд ли что-то смогу, в этом храме, потому что нам нужно завалить Архидемона, завалить Архидемона в таком состоянии. Ох уж, это тот еще подвиг. Как видно, тут кто-то с кем-то сражается. Давайте они друг друга убьют, я буду не против такого поворота. Поставим тактику быстрой. Она, думаю, нам сойдет. Правильно продавливай линию партии в продвижении эскейпа. Не, ну просто есть такая штука, как юзабилити, удобство использования. И оно должно быть действительно удобным управлением. У меня есть некоторые представления об удобном управлении. Вот, я их могу высказать вполне. Они могут, конечно, с чьими-то представлениями расходиться. Так, надеюсь, вы не видите всего, а может быть, видите. С чатами, конечно, сейчас просто та еще в их канале творится. Надо какое-нибудь из приложений мультичатов скачать, а не со вкладками мучиться. То, что я до этого вставлял все чатики в одну веб-страницу, так, эй, крокодил, ты не хочешь с Мишкой подраться? Выглядит и так, как будто вы хотите убить друг друга. Да, вы хотите убить друг друга. И не надо на меня такими жадными глазами смотреть. Медведь, отойди, Азаза. Итак, я сейчас нахожусь в темных пещерах 5, темные пещеры 6, то есть, да. И из темных пещер 6 есть выход в 10 уровень душных пещер. О как. Да, он там сверху виднеется. И через 10 уровень душных пещер я могу подняться до 6 уровня душных пещер, откуда попасть в грязные пещеры. О как. Хитро? Хитро. А из лука подстрелить кого-то можно? Да, конечно, но на стрел пока что мало. Но для того, чтобы было больше стрел, нам нужно закупить их. А закупить нужны деньги. А деньги нужно фармить. Ну, а для этого есть много разных способов, конечно же. Привет, Денис Ваганович. Говорит, успел. Привет, Дайс. И тебе тоже привет. Так. Сейчас ради эксперимента надо еще одно действие сделать. Ну, вот так вот. Или почти так. Хотя вам не видно, что я делаю. Это, к счастью, действительно невидимое. Ладно. Продолжаем двигаться по нашим темным пещерам. И видим кого. Еще одного мишку. Сколько их тут развелось. Такое впечатление, что все медведи здесь подземные. Может быть, какая-то чума бушует на поверхности все медведи в поисках какого-то укрытия от нее укрылись под землей. Бывает такое. Разные страшные вещи происходят на природе. Нелинейные данжены. Да. На самом деле, некоторая запутанность в данженах, она навевает мне воспоминания о Кастельвании и запутанных... Не очень, конечно, запутанных, но связанных локациях, которые я зарисовывал, как и здесь сейчас зарисовываю. Это хорошо. Это такие хорошие, очень теплые воспоминания. Можно ли полиморфнуть того чела с саблей? Кто знает, кто знает. Мы находимся в воротах общину пещеры гоблинов. Понятно. Я, конечно, мог бы здесь походить, у этих ворот, но у этих ворот, я помню, тоже мишки были разные. Ходили медведи туда и сюда. Оружие на кнопочке назначать нельзя? Не знаю. Я могу по спейсу назначать... Нет, это не то. Я могу открыть инвентарь и... И что сделать? Подобрать, экипировать, двигать курсор в вывете. Я могу экипировать, но через инвентарь это делается. К сожалению, хаткеев на это нету. Не то, чтобы это прям уж большая проблема, вполне с этим можно жить. Внезапный ютюб, да, внезапный ютюб. Кстати, скажите, как нормально? Нету ли каких-то лагов у кого-то, каких-то других замечаний? Потому что на ютюб я стримлю первый раз, первый единственный. Смотрите, отсюда есть два выхода. Один куда ведет нас? В грязные пещеры 10. Ага. Так мы в грязных пещерах, по сути, находимся. И есть несколько переходов из грязных пещер в душные пещеры. То есть здесь есть подъем, вот этот зеленый, нам он и нужен. Сейчас поднимемся в грязные пещеры 9, отсюда, наверное. А, точно, мишки пошли на подземные ярмарку меда. Не йода, наверное, не даже. О, сразу на восьмой уровень грязных пещер. Все ок? Ну, все ок, это прекрасно. Потому что у меня были раньше проблемы с ютюбом. Какие проблемы? Ну, были лаги, все очень плохо, дропы. Но со временем все наладилось. Я так понимаю, просто они сделали нормальные сервера где-то поближе России, наверное, даже. Ну, или что-то около того. Это же гугль. О, крокодил, иди сюда. Крокодил, я тебя с мишкой познакомлю. Смотрите, крокодил-то необщительный какой-то. Эй, ты куда убегаешь? Я здесь вообще-то. Крокодил от нас убегает. Вот это поворот, а. Крокодил чувствует у нас возросшую мощь, богатырскую силу просто. Выпилил ли демона? Нет, я не стал выпиливать демона, но, конечно, зачем мне его выпиливать, если может закончиться очень плачевно. Грязные пещеры 7. На шестом уровне должны быть те самые черви, которые, в общем-то, не то чтобы опасные, скорее даже полезные для здоровья. Ну, носатый демон. Вот это реально зло. И вот мой труп. А вот тот червь, что меня убил. Может, это не тот, конечно, но я монетку нашел. И подлечусь немножко. Что за мясо у нас тут? Останки старого беса. Останки гнуло. Пока сохраним эти трупы. И вот лежу я, весь такой погибший, растерзанный, измученный, но непобежденный. Ну, если так и дальше будет совсем не лагать, то, может, стоит переселить сообщение на YouTube и забить на эти маргинальные сервисы типа Твича. Потому что Твич на протяжении уже, наверное, полутора с лишним лет не хочет давать партнерку утверждая, что я как-то не слишком популярен и вообще маргинален. А вот YouTube сразу же быстренько поделился. Что значит партнерка? Ну, во-первых, возможность стримить на YouTube появилась. Это, собственно, самое главное достижение. А во-вторых, на YouTube при стриминге есть возможность выбора качества автоматическое. Когда давным-давно у них там приходилось отдельно стримить несколько потоков, автоматического перекодирования не было. Ну, сейчас все изменилось. цивилизация, так сказать, прогресс. Меч и лук решают. Да, наличие меча это, конечно, большое польза, потому что он дает, ну, сколько он дает урона, я не знаю, к сожалению. Но есть впечатление такое, что он дает приблизительно сравнимо с тем, сколько у меня урона вообще было вручную. Как минимум раза в два, наверное, повышает мою атаку. И это очень хорошо. Тут где-то мечуга на куче зелий. Да, я вот хочу найти свое старое потерянное барахло. И тут не только зелье. Тут еще монетка должна быть. Тут должна быть голова кабана того самого злосчастного. А может быть и не здесь. Я уже плохо помню, что было. Память потихоньку теряется, потому как опыт у нас потихонечку уходит, а вместе с опытом и память. Подрынили, нас поднимаешь. Привет, ксел. Странно видеть свой собственный труп и не говори. Это должно вызывать какое-то такое странное ощущение замешательства. И слегка пугать. Вас бы испугало, если бы вы видели труп своего самого собства. Ох уж, думаю, перепугало бы. Может, я забрал здесь что-то. Но я помню, что я сюда не возвращался. Так, поправляем здоровьицы и продолжаем ходить здесь. Съесть гнолос, съесть семса. Где-то здесь должна быть какая-то команда, которая позволяет отрубить корень. Во. Может быть, корень стащил мои вещи, но нет. И корень тоже не стащил мои вещи. Непонятно. Игру можно же где-нибудь скачать? Да, сетник, можно скачать на GameDev. Я надеюсь, сейчас кто-то скинет тебе ссылку. В общем-то, достаточно просто делается. А на труп смотрел. На трупе ничего нету. Даже когда я подхожу к трупу, новых команд никаких не появляется. Труп это чисто декорация. Не более. Мне такое ощущение, что я здесь уже все обошел. Я по второму кругу начинаю ходить. Куда монстра могли утащить что-то? Вот вопрос, вот загадка. Ага, вот там есть что-то. Видите воду? Придется, видимо, по воде пройтись. С течем стало все сложнее. Они требуют много народа. На стрим желательно несколько сотен человек, говорит Эндрю. Самое главное, им надо, чтобы народ сидел именно на самом твечении, на СКВТВ, к примеру. То есть, в общем, нужно быть... Ааа, нет! Ааа, какая жесть! Какая жесть! Просто чудовищная! Чуть не скопытился, придется зелье лечения, наверное, пить. Меня законфюзили прямо в воде. Вы представляете, вот как гуфнуться можно на ровном месте, встретить какого-то монстра самого низкого левела, который только-только появляется, и тут... Та-дам! Вы в смертельной опасности. Не надо! Откуда вы только беретесь такие? Повылазили тут, понимаешь, всякие. Пройти негде. Так, надо подумать, надо остановиться. Лихо, на самом деле. Может, тоже, по-моему, конфьюзить, если не ошибаюсь. Как минимум, оно проклинает и телепортит. Вот это 100% происходит, да? Горе, печаль и болезнь, ее имена. Монстр переварил твои вещи. Может быть. Не, ну, кстати, вот один из этих трех монстров вполне может держать мои вещи у себя в карманах. Или в желудке, например, съели, мы их вскроем, оттуда достанем. Опа, монетку, голова кабана наполовину переваренная. Гоблин, ядовитый труп даже не сожрали. А то ты-то хотел защит хоть какая-то от того, чтобы не сожрали, но что-то не помогает, убивают и не жрут, потом резгуют. Просто почти как в Кроли, только не так жестко. Кроли, конечно, тоже хороший такой обращик того, как вас на втором-третьем уровне подземелья встречает Зигмунд и с ударом спрогиб ноги убивает под конфьюженом. Музыка откуда? Музыка из в основном саундтреке как в Ведьмаку, а также из пары других игр, ну там, из Драгонейджи разных. Беги, то есть беги, Гуф уже близок. Так я чувствую, что он близок, но беги, это туда, где вода. Мне нужно их всех убить. Смерть, смерть, череп, гроб. Ну вот мне все рекомендуют беги оттуда. А я не знаю, можно подлечиться зельем, вот Алекс подсказывает, можно зельем подлечиться. Да, я знаю, только зелья, к сожалению, редкая вещь. На них монеты нужны. Ладно, давайте отойдем, осторожненько. Опа, бутылочка. Походу на журнал гоблина. Вот у кого вещи-то наши были, а. Эх, давайте подождем еще немножко. Вдруг кто-то подойдет. Есть! Спрогиба! А вот этого гоблинца мы должны даже не гоблинца, а кобальда забить даже быстрее. Давай, давай, подходи сюда. Дружаня, дружаня. Что-то стоишь какой-то неприкаянный. О-о-о! Эпично просто! Смотрите, что я нашел? Я нашел все сразу. Останки гнола три штуки, кобальды две штуки, демон с хоботом два штука. в наличии. Вот они что-то делали. Они делили мой лут, забежали в свое логово. Вы себе представляете? Маленькое логово, отделенное холодной водой. Вход в пещерку такую, в подземелье, в котором сидят троица такая. Делят мои вещи. Дерутся, может быть, между собой. Хотя я не видел, чтобы они дрались. Они вели себя на подозрение сплоченно. Возможно, они просто согласились, что поделят по-братски мой лут и останутся. В общем, каждый при своем. Выложи уже где-нибудь свой плейлист. Он очень ок под рогалик, и говорит сетник. Хорошо, обязательно выложу. Если ты, конечно, не напомнишь, потому что память штука такая требует некоторых внешних носителей. Телепорт остался? Да, у меня зель телепорт есть. Вот оно, синенькое такое, квадратненькое. Не забудь про зель копания стен. Есть, да, есть. Пароль редактора виден на ролике демонстрации редактора. Так у меня здесь пароль не нужно, насколько я видел. Для входа было. Ну, может, версия какая-то специальная была. Я у него заходил однажды. кольцо одевай. Да, конечно, кольцо надо одеть. Надо посмотреть, что у нас урон при атаке 5. Ржавый меч есть и сломанный широкий меч ржавый исчерченный. Определить бы каждый из них. Вот этот бы еще тоже определить бы и лук тоже узнать, что из себя представляет. Был бы классно. Здесь у нас что? Монетка, походный журнал, еще какая-то книга, серебряная монетка, останки змеи, жидкость превращения. Логнющего кабана гнул кобальт свежее мясо. О, у нас два свежего мяса, надо съесть его. Еще одно свежее мясо. Прекрасно. Наше место, три ячейки остались. Я богат, я сказочно богатый гоблин, у которого есть целых две монетки медных и одна серебряная, у которого есть целых два меча. Ну подумаешь, они ржавые, сломанные, но они есть. Есть лук, есть кольцо магическое с возможностью видеть невидимое. Это невероятно. Господа, такого успеха не было еще на стриме. Посмотри, какой из мечей лучше. У этого вопросики, у этого пять атаки. Ну, естественно, этот лучше, потому что он не настолько был испорчен, как вот этот. Из этого выкачали все силы и его просто банально в ноль в пол утопили по характеристикам. Копируй длинный меч, длинный, значит, лучший. Ну, конечно, конечно, знаем вас. Меч в храме отнеси, чтобы не искать в случае смерти. Можно, кстати. Мендос говорит, я выяснил, что под рогаликой неплохо подходит композиция Казенранца. А Казенкранца. Это надо где-то записывать. Привет, Сергей Фанов. Наконец-то, говорит, попал на стрим. Это хорошо. Алекс Едикин, тебе тоже привет. Не жмоться, хилься и беги снося стены наружу. Вейфлэм, да ладно, я же пройду по воде, там всего лишь раз, два, три клетки буду по воде идти. Да, пробить-то стену я могу, но зачем? Все, три клетки по воде. Видите? Опять леший. Иди сюда. Рядом с водой, конечно, я драться с лешим не буду. О, монетка. Съели еще немножко, восстановили здоровье. Это хорошо, это почти успех. Давай гнолов лекарю, может, полечить на халяву, говорит, хешадоу. Да, нужно гнолов лекарю отнести, потом нужно на алтаре кобальдов сдать, потому что, помните, там кобальда я одного использовал. Говорят, там нарисованы три кобальда сверху неспроста. В этом есть какой-то тайный смысл. Возможно, три кобальда не один что-то означают. Неосапиент говорит, я умер в игре. Печально. Как быстро восстановиться по инвентарю, спрашивает, уровень прокачки персонажа и восполненным квестом. если умер, то все твои вещи, они будут на том же уровне, где ты сдох. Так, мы можем вообще сейчас сходить. Для этого нам нужно из душных пещер подняться на... спуститься наоборот. Так, мы сейчас в грязных пещерах. Душный уровень пять. Откуда тут переход есть? Хрен его знает, я уже путаюсь во всей этой фигне с уровнями. Шенигами говорит, отходил, нашел ландрил. Кого? Что? О чем-то вообще? Опять конфуз и гг. Да, конфуз вообще какой-то опасный. Это что, этот кобальт какой-то всех ваншотит? Это не кобальт, это гоблин. Ну, он с части кобальт похож, конечно. Значит, нам нужно спускаться, да? восьмой уровень. Крокодил, крокодил, ты меня не ешь! Крокодил, крокодил, я невкусный. Оп-оп-оп-оп, что поймал? А, фигушки тебе, фигульки. Грязная твоя крокодилья морда. У нас тут два спуска есть. Вход в пещ... вообще на пещерных гоблинов. Во! И вот община пещерных гоблинов. Это меч Арагорн, так назывался, говорит, снегами рюк. Ах, я ж краб, не помню таких вещей. Лол, читал Властелин колец только один раз. А, фильм в переводе гоблина смотрел вообще. Ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, шучу. Я его еще в оригинальном визе тоже видел. В каком-то стриме проговорился, что тоже увлекаешься разработками игр, в каком жанре, если не секрет. Ну, в разных жанрах, но от разработки глобальных стратегий мои амбиции несколько в итоге поумерились до разработки рогаликов и мобильных игр. Вот такие дела. Храм. Сдаем кобальдов. О, у нас целых три кобальда. всех трех отправим сюда. Вы слышите шепот из углов комнаты? Твоя жертва принята, путник, возьми награду за свое усердие. Каменный жертвенник. По грязи и следам похоже, что на нем приносят мясо. Лук неизвестный вам конструкции, имеет сбалансированную конструкцию и похоже, очень удобен, отличное качество. Еще один лук, мы только что получили один лук, теперь еще второй получили. Вот это поворот. Но этот выглядит как-то более серьезно, более круто, на него определенные характеристики получше будут. Я забываю, что я не экипировала кольцо, представляете, вот крабище, да? Так, пока я экипировать по правой кнопке. Знаете, чего не хватает? Возможность определить кое-какие характеристики вещей с помощью их использования. Вот в большинстве рогаликов, да что там во всех рогаликах можно, если вы не знаете заранее свойств предмета, использовать его и что-то о нем узнать. Может быть не все, но то, что логически в принципе определимо, когда вы используете предмет. И это было бы с одной стороны аутентично, похоже вообще на жанр, и с другой стороны это было бы реалистично, а с третьей стороны даже удобно. То есть со всех сторон как ни посмотри лютый вин. Вот. В режиссерке смотрел «Остелин колец»? Не помню, по-моему, это режиссерку конкретно не видел. Убей крокодилов и сделай спаги из его шкуры. Да было бы неплохо, так вот шкуру, к сожалению, одирать не умею. Расскажи нам свои мысли по поводу петросянства Пучкова. Пучкова. Ну, скажу так, первая серия его петросянства была просто офигенная. Это было, наверное, чуть ли не лучше, что я видел из юмористических переводов. Второй слились, в третий как-то немножко реабилитировались, но не до конца. То, что, видимо, не новое, это все было. Так, это кто у нас с долгих лет брату Гоблину? Я Шатунга, охотник этого племени. Расскажи мне, какие тревоги в твоих глазах? Мне нужно лечение. Для исцеления Томан Пыщи, его зовут Харак. Можно за медичок взять и вылечиться, почему бы и нет. Это же кто-то здесь был, да? Где-то недалеко, я помню. А, вот этот вот чувак вроде говорил еще что-то интересное. Они говорят, тут все слишком обычно и предсказуемо. А что, если я прямо сейчас превращусь в мумию? Это Баян, господа. Это Баянист. Ему, кстати, не хватает гармонии в руках. Вот если бы Сергей слышал, он, наверное, посмотрит стримы записи, как минимум. Возможно, сейчас видит. Баян бы ему в руки гармонию такую, знаешь, чтобы наяривал. И из него бы вышел очень хороший Баянист, такой народный, хороший, здоровый музыкант. Начинаешь, как девушки, выбирать вещи по виду, а не по статам. Хотя они неизвестны, говорит, снегами. Да, именно так. Нет бы, как воин, взять там, подержать меч в руках, посмотреть баланс, сногласно, попробовать заточку, там, рубануть что-нибудь, почувствовать его, так сказать. Не, а ты смотришь на него, ух ты, красивенький, длинненький мечик, офигенно, наверное, возьму его. Весь такой, азаза. Привет, путник, путник, тут редкость, да, я торгую колдовством, что тебе надо. Есть телепорт, превращение невидимой, склянка за медяк. Что предпочитаешь? У нас что-то не хватало, по-моему. Давайте посмотрим, что у нас есть сейчас. Эликсир невидимости, две штуки, универсальное противоведие, пять штук, растворитель неорганики, две, эфир путницы, целебная жидкость и жидкость превращения. По-хорошему у нас не хватает... А, вот у нас телепорт один и концентрированная кислота один. Входу, нам телепорт не хватает. Давайте возьмем один телепорт и два лечения зелья возьмем на оставшиеся монетки, если будет возможность... А, нам же сейчас стрелы нужны, если мы луком-то пользоваться хотим. Ладно, ладно, перемещение. Возьму одну все-таки штуку. Очень уж хороша она. Так. Потому что телепорт спасает в самых-самых страшных и непредсказуемых моментах. Он не хочет брать ничего. Я, может быть, что-то не заметил? Жидкость манерного перемещения позволит избежать почти любой угрозы. Хороший выброс, склянка за медяк. Если надо, сейчас клади деньги. Я надеюсь, новой версии не поломана на торговле. Эй, чувак, бери ты этот медяк. Ну не нужно мне, ну что ты вообще мнешься и ломаешься, а? Понятно. На ту клетку, где он находится, я тоже не могу встать. А если так? Не хочет? Вырезгует медью? Да вы только посмотрите. Да, вот этот поворот. Я надеюсь, сейчас другими такая же фигня не будет происходить. лечения было в другом месте. Во. Клади же медную монету для духа алчности. Клади монету или другого лечения. Другого лекаря. Ясно. Во. А вот это ничего так. Этот более сговорчим оказался. Сейчас рано мы исцеляться. Это хорошо. Ты же гоблинс. Мечтал. Че-че-че-че-че пропустил? Мечтал на язык. Тьфу, мин. Ты же гоблинс. Металл на язык должен проверять. Хотя остановиться без языка. Тьфу, все. Что со мной? Прочитать не могу. Один абзац небольшой из пара предложений. Ладно. Тупимс. Да, тупимс. Что-то такое делаем. Тупимс. Заговариваем. Мне вообще все плохо. Может выложить во время диалога. Может быть, не знаю. Валдай стримит на ютубе. Есть такое дело. Стримлю вовсю. Ну-ка. Посмотрю-ка я сейчас кое-куда на приборную панель загляну. Что у нас там творится. Ну, пока все довольно скромно. В принципе, неудивительно. С ютуба превьюшки не отображаются. Что меня, честно говоря, нервирует. Ну так, само малость, но есть оно немножко. Что же делать-то? Опять админов каких-то искать, наверное. Должили инфляции. Теперь ты должен им 1,2 монеты. Это теперь надо разделить, эти монеты, может быть, да? Так, ладно. У нас из ворот в гоблинскую общину есть переход еще куда-то. Это темные пещеры. Это темные пещеры. А из темных пещер уровня 6 есть переход как раз, собственно, в общину. Да. Нам не сюда. Нам, наверное, наверх. Через ворота. Грязные пещеры 10. Да. Именно здесь мы должны быть. теперь по стоп-грязной пещере 10. Нет, это не то место, куда я хотел идти. Все, запотался. Потерялся наш маленький гоблинец. Зачем? Уф. Зачем он пошел вверх вместе со мной? Что ему тут было делать? Резимик верно говорит. А что он там говорит? Найс, нажми на нужную ветку диалога и не выходя из него кинь монету на пол. Так раньше работал и без этого. Вроде бы. Найс, блин, не смотришь на мои сообщения, а ведь отдельные советы даю. Я уже посмотрел. Спасибо, конечно, за отдельные советы, но такой вот я. Не все советы я слушаю, к сожалению. Что сказать? Конечно, карты здесь не хватает очень серьезно. Мне почему-то, когда речь заходит о карте перемещения между вот этими различными уровнями, вспоминается Фез, где там была трехмерная карта со связями различных миров. Это было довольно-таки весело. Не считая, что самая игра не очень. Гниющий медведь. Изродован черной порчи, лишен разума. Вы уверены, что он может заразить порчи через укус? А там кто-то хотел, по-моему, голову и вот этого тоже, чувака. Давайте возьмем лук экипируем и попробуем его застрелить. Стрелять из лука Б. О, лук накладывает поджог и обморожение. Поджог работает. Давайте подойдем поближе. Пусть вдруг сгорит. Шел-шел медведь по подземелью. Видит гоблинец. Получил стрелу и сгорел. Ну, как-то не очень, конечно, история, но похоже на что-то, согласитесь. Опробуй лук. Да я уж только что опробовал. So slow. В других торгах только один выбор, а тут три. Ну да, Райзимик, ты прав, конечно. Питерев, на столке меня может кто позвать играть, а то мои друзья меня часто кидают с этой идеей. Ну да, конечно, на столке это очень классно, интересно. И самое классное, когда ты находишь людей, с которыми весело играть вместе. Так, все. Прошло подгорание. Давайте стрелять дальше. Я так и не понял, как работают направленные различные заклинания, то есть склянки и луки. Толком. Ладно, застрелил я его с трех стрел, и это круто. Вот это мощь, так сказать. пробельчик. Закрываем. Забили ящерку. Подняли голову гниющего медведя. У нас есть голова гниющего кабана и голова гниющего медведя. Трупик поднимаем, съедаем, еще один трупик съедаем. Жизнь-то налаживается. Вот только посмотрите, лук насколько меняет все в игре. Если знать, куда надо положить и что на алтаре, то вы получаете лук, который решает просто тьму проблем. Этим, кстати, мне нравятся старые РПГшки, в которых был дисбаланс во многом. Но, ладно, на крокодила тратить стрел бесполезно, но вот во старых РПГшках во многих был жуткий дисбаланс геймплея. Были разные билды, которые просто игру ломали полностью, которые позволяли проходить все, как нагибая одной кнопкой. Были билды, которые совершенно не жизнеспособны. И сейчас современный гей-дизайн, гейм-дизайн, такой гей-дизайн, как в Dragon Age постоянно на ум приходит. Но неважно. Современный гейм-дизайн, он больше стремится к тому, чтобы игры были, ну, чтобы их склонялись в сторону таких совершенно универсальных способов развития, когда, что бы вы ни пробовали, вы всегда так или иначе можете воспользоваться любыми навыками, равным успехам. Не забывай, тут не один медвед. Медвед именно такой, порчный, он один. Это уникальный медвед был. Нужно стрелку купить сто процентов, это же имба, говорит Алекс, да конечно, стрелы, смотри, какие имбовые. Только вот единственное, что в отличие от меча стрелы кончаются, ну, хотел бы мне, меч уже кончился, вот видите, конченый меч в инвентаре лежит у нас вполне себе такой, закончившийся почти в ноль. Холодец можно из голов сделать. Правильная идея, правильно, варить будем. Время варить. Ходит гоблин такой по подземельям, шарится, что весь район сидит на нем и ему плевать, что ты сдохнешь от этой дури через неделю. Главное, деньги текут рекой. Стрел мало, я надеялся, их можно будет поднимать. Нету варфлейм, со стрелами беда. Стрелки это одноразово. Так, куда я там шел? У меня сейчас в грязных пещерах. У меня было написано, что из грязных пещер где-то на пятом уровне есть переход в куда-то туда. Поселение карликов и жертвенник я там посещал? Нет? Нет, я посещал общину и там жертвенник тоже есть. А в поселении карликов тоже есть жертвенник, тут их много. Это, кстати, странно, согласитесь. Кругом все друг друга что-то жертвуют. Вот именно гей-дизайн горит синегами должны страдать игроки. То есть в нормальном дизайне должны страдать игроки, а в гей-дизайне не страдают? Или что? Драгонейдж, гей-дизайн, Фрейд, говорит, волос, а вообще гей-дизайн хорошо применим к этой игре. Какой игре? К Драгонейджу? Да, конечно, еще к масс-эффекту немножко. Расскажи про это чудо, просит профитроли. Это чудо, которое конкретно чудо. Про игру вообще в целом рассказать? Так, у меня был какой-то план где-то набросан. Я сейчас припомню, что я там собирался делать. Так, во-первых, я хотел отшельника найти. И я не помню, куда я его записывал. Вообще нет, где он? Да, я помню, он в грязных пещерах как раз на уровне четвертом. Нам нужен четвертый уровень. И как раз этому отшельнику нужно было... По-моему, эти головы нужны ему были, если не ошибаюсь. Зачем я хотел к нему идти тогда иначе? Снегами еще тут какую-то ссылочку кидает на Варил. Пх! Баян. Угу. Привет, да, профитроли? Для карликов нужны бесы. А-а-а! Точно! Там же бесы были, а здесь кобальты. Лук не кончится, как твой меч. Будем надеяться, нет, я буду более осторожен. Я буду стараться не вступать в рукопашку с опасными монстрами, и тогда все будет хорошо, ведь правда, дайс, правда, подтверди. И вот этот вот труп, он подтверждает, что да, дайс-то будет очень-очень осторожным прям-таки на цивочках ходить. Оп-оп-оп. Так, давай, до свидания. Вот таких монстров опасных нужно обходить, а нет, нам не сюда. Судя по карте, нужно пройти, во-первых, в нижний правый угол, то есть нижний левый я имел в виду. Ну, как будто бы велика разница. Главное знать, куда идти. Почему Ютюб спрашивает Экзоркун? Потому что Твич зараза глючит и лагает, дико совершенно лагает, у меня на Твич идут дропы. А на Ютюб не идут дропы. Ютюб очень неплох, очень няшен, и что-то в последнее время он стал заметно лучше, чем был когда-то там давным-давно. Идея плана на будущее найти и убей трех бесов, положить трупы на жертвование в городе Карликов или как-то там. Да, это город Карликов, он находится где-то на втором уровне... Он находится на пятом уровне Душных пещер. Ну, это, в общем-то, все мелочи. С бесами у нас, по-моему, один труп есть, как минимум. Останки Гнола, демоны с Хоботом. Вот, останки старого беса. Вот эти останки старого беса нам нужны еще. Он с них варит. Ну, тут все с чего-то что-то варят. Все, то есть. Угу. Привет, The Thing. Да, будет осторожен, говорит он, а потом замор... А, будет осторожен, а потом заморозит озеро с пираньями и решит пройти по льду с перегрузом. Ну, не надо напоминать о таких грустных вещах. Вы знаете, как я переживаю по тому персонажу. Он был классным, он был отличным просто. Кстати, у меня есть персонаж, который еще не умер, который жив, который продолжает свое путешествие в Адоме, и я думаю, скоро мы к нему вернемся. Вот, пройдем только вот этот рогалик, и следующим рогаликом будет опять Адом. Вспомним, что он хотел. Эээ, ты сверху пришел, сверху, давно не видел жителей, а я хваст, я тут живу. Расскажи про себя, а? Живу тут один, дружу с местной живностью, не трогаю их, я раньше был борец, был очень силен, мог поднять врага и бросить на землю. Слушай, я предложу тебе кое-что. Я слушаю. Принеси мне хвосты ядовитых змей, и за каждый день тренирую тебя. Эээ, эти змеи опасны? Да, вот я о чем хотел, почему сюда зайти, потому что нужно здоровье поправить. А для этого хвосты змей нужны, а хвостов змей у меня нету. Останки, но надо знать. Так, голову гниющего кабана надо узнать, кто нас спросил подать. Давайте почитаем походу на журнал гоблина. Читай журнал, где у нас здесь? Нужно жужжать пробелы, во-первых, потом читать книгу, а вот и журнал, на джей можно было нажать. Принеси мне три трупа гнол, это я знал. Принеси мне пару зелья исцеления, это я сделал. Меч за пять медиков получил. Найди братьев, вот этот квест я у него не выполнял. Вот, черная порча, это говорил Кэрол Пацехот, духовный наставник в этом поселении. Карлик Пацехот, это поселение карликов. То есть мне нужно сейчас попасть в... кого? В душной пещере, правильно? И там можно за одну даже голову, говорит, щедро наградит. Круто. Значит, голову другому. Да, мы нашли кому? Мы в грязных пещерах, если мы спустимся на пятый уровень, душные пещеры. Да, там будет переход на душные пещеры. Гниющий каван в городе Карликов, говорит Мендосу, так я туда и иду. Только мне ему придется какого-то опасного монстра проходить, насколько я помню. Обзор у нас не очень-то и большой для этих подземелий. Уменьшается, видите, насколько. Видимости тут почти что нету, света никакого нету. Смотрите, смотрите, пытаются поймать нас. Опасная зараза. О, душные пещеры шесть. Из них нужно подняться наверх. Из душных пещер тогда мы выйдем отсюда в городу Карликов. Вий. До свидания, Вий. Просто часть монстров приход... О, старый бес. Что-то оставил. Эээ, давайте на Берсерк. Забили его с первого удара. Круто, что за полок, скляночка, целебная жидкость. Труп и... Труп. К сожалению, просто два трупа. А я так надеялся, что труп старого веса упадёт. Ну да ладно, и без этого неплохо. Угу, зашёл проверить воды Дайса, а тут стрим, класс, привет, Дайс, говорит, Драгомир, привет тебе. Бей луком опасных монстров, быстрее опыт наберёшь. Да, я так и буду делать, но только нужно, к сожалению, мне денег побольше. Потому что деньгами какая-то ботва. Денегу нету. Угу. Если создавая игру, угрожать всеми самыми возрастными категориями, то получится логический тетрис. Ну, это уже давно было написано. Ладно. А с чем ты мучился, Волос? Потому что он пишет, вот я логу, блин, нужно было просто через сафари зайти на стрим. Что же ты делал не так? Даже интригует немножко. Итак, заходим в поселение карликов, и там, видимо, старейший напросил нас. Этот просто лечит, это лекарь. Это вообще обычные неписи. Ты-то кто такой у нас? Угу. Просьба. Вот, вот как раз он просил нас. Давайте положим голову кабана и гнющего медведа. Офигеть. Ты убил обоих порученных зверей. Наша община благодарит тебя? Вот что мы собрали в награду. Пойди, возьми. Но помни, зло сглубим все щитам, и оно не будет спать, говорит он. Круто. Да я богат. Серебряная монетка. Зелье путаницы. Лечебное зелье. Растворитель. Эликсир невидимости. Стрелы. Эфир путаницы. Целебная жидкость. Вы себе представляете, насколько профитно выполнять здесь квесты. Офигеть. Почему боишься создать Лады Гранты? А кто создатель Лады Гранты? Я просто не в курсе, и не совсем понятно тогда становится, о чем ты говоришь. Будешь делать складик стартовой локи? Наверное. Я уже забыл, я где-то пытался сделать склад, где-то уже что-то положил. С таким крутым лутом надо идти к мощным врагам. Чего по пустым пещерам ходить, говорит Гога-Гога. Да и весь этот лут пролюбить разом, просто махом так, и нету ничего. Настя, ты на канале Ютуба пытался, а, я на канале Ютуба пытался твой лайф найти, говорит Волос. Он должен быть вместо анонса, то есть вместо стандартного вот этого вот видео, которое там, я сейчас даже посмотрю, как это выглядит, но по крайней мере мне обещали на Ютубе что-то так и должно быть. Если не так, то надо глянуть на настройки в панели. Сейчас. Все сложно. Ютуб, понимаете, штука такая, которую я, в общем-то, использую не очень часто. Что-то он меня требует опять зайти по пользователям. Хитрец какой. Настройки, трансляции. Это все не то. Панельчик управления. Все окей, говорит. Вещение. Общий доступ. В точку успел вообще рано. Так, а что у нас тут? Привет. Дайс, спрашивает Максим Орлов, что он пропустил. Пока ты пропустил только кучу эпичного камбэка, как я налутал лута просто нереальное количество. Вернул свои старые вещи, потерянные. Получил по квестам тоже еще кучу всякого. Луком разжился крутым, который одновременно накладывает огонь и изморозку. Так сказать, огнем и льдом поражает врага. Знаете, скажу вам честно, что здесь мне кажется странным. То, что нет промежуточных квестов, то есть есть квесты, которые можно выполнить, если ты знаешь что-то об этой игре, такое эдакое, и ты можешь получить за них действительно за это знание большую награду. Но нет квестов особо таких, которые бы дали бы, ну, чего-то более осязаемого. Почему-то у меня такое впечатление, что их нету. И какая-то такая жесткая градация. Продвигать на моей странице канал во время прямого эфира, говорят. Вот включена галочка, так, да? Открываю свой канал. Гребаный YouTube. Что ж ты творишь, а за залог? А там Пеперсплис. Такие дела. Да, как видите, канал Другие Пользователи. Хорошая ссылочка. Открываю, как видят канал Другие Пользователи, и вижу сейчас на главной странице моего канала есть медовый рогалик, то есть стрим по нему прямо, когда открываешь, собственно, Dice Master TV страничку на YouTube. Сейчас в прямом эфире. Все отлично, все как надо. Вот такие дела. Так что, именно таким образом и можно, собственно говоря, найти мой стрим. так, это про YouTube речь, конечно. Сейчас я вернусь, как грек, потому что одновременно заниматься тем, чтобы отвечать на вопросы и решать проблемы с каналом, впрочем, довольно сложно. Панель управления, окей, возвращаем чаты на место. Все. Так. У тебя два меча и два лука, отложи по одному стартовый лук, если помрешь. Конечно. Интересно, а первая бронь когда будет? Вот Миндоса, я сам бы хотел знать, потому что бронюшки не завезли. Нету брони. Что-то засылочка. Скриншотик. В эфиричке. А, на андроидном планшетике. Ясненько. Это хорошо. Так. Что мы можем купить за серебряную монету? У нас целых две серебряные монеты. И на эти серебряные монеты, помнится, можно было определить предметы, можно было починить предметы, насколько я помню. И нужно, наверное, сделать и то, и то, одновременно. Потратить обе серебряные монеты одну на починку, а другой на определение. Вот. Хороший план, согласитесь же. Ну, он мне, по крайней мере, нравится. Если мы это сделаем, мы будем знать точно, что нам ждать. Так, ладно. Возвращаем чаты на место. В былых. В былых. то есть, в эпосе долины отшельничества. Первая легенда, которую я расскажу, это подземный храм тишины. Я обошел много деревень и поселений, собирая обрыжочные сведения о нем и могу уверенно утверждать, храм тишины существует. Известно немногое. Расположен глубоко под землей, монахи храма считают себя воинами, а целью жизни полагают покой, тишину и победу над тьмой. Взаимосключающие параграфы в действии. Мне повезло, я отыскал неважного свидетеля их дел, беса, который лично пострадал от монахов храма. Он наповедал мне, как они злом, коварственным обманом разрушают хрупкую цивилизацию демонов, попутно заправляя себя безмерным количеством самогона. Не уверен, насколько объективны его слова, но после этого рассказа воины храма представляются мне пьяницами-бездельниками. Держитесь от них подальше, мой вам совет. Вторая легенда это история о говорящем дереве. Много раз местные жители раскаливали мне ее, я приведу одно, скорее всего, наиболее достоверное описание. Однажды старый Беридес хорошо выпил самогона в гостях у своего друга, и вот пришло время идти ему домой. На беду ночь выдалась безлунной, и Беридес заблудился. Два дня бродил он по лесам, а когда вышел к своей деревне, рассказал вот что. Ночью, в непроглядном лесу, голос из дерева обратился к нему. Голос рассказывал что-то про кузнеца, убийство, жажду мести, и о красивых ножках дочери председателя. К сожалению, Беридес больше ничего не смог вспомнить. Я не знаю, что из этого рассказа можно считать правдой, но история про говорящие дерева ходит и в этих местах весьма давно. Возможно, не один только Беридес встречал его. Так, да, знаешь такую игру икс-реберов? Да, но не играю, увы, и не просите. Да, если не верь, никакого храма тишины нет, говорит Фиксер. Я тоже сомневаюсь, на самом деле описывается как-то все это очень туманно. Еще одна легенда этой книги это неубиваемый монстр. Немногие жители рискуют спуститься в пещеру, но я отыскал одного человека, смелого юноша Арада. По его словам, он встретил эту адскую тварь, и вот что рассказал мне Арад. Вес безобразный, как будто срослись в кучу руки, ноги, глаза, и чертов знает что. Я схватил меч и проткнул его, но существо не дрогнуло. Оно шло на меня, и я спасался бегством. После его рассказа мне стало ясно, убить монстра не так просто. Узнал я кое-что кроме этого. В таверне Качеток я разговаривался с неким Беридесом, и под большим секретом Беридес объяснил мне, что добавление когти этого монстра улучшает любой самогон. К моему сожалению, больше узнать не получилось. Беридес свалился под стол, а наутро уже не помнил о нашем разговоре. Иди разрушать хрупкую цивилизацию землев, и отомсти тому бесу, что у тебя тонны опыта спер. Надо, надо, когда-нибудь. Ну я сейчас дочитаю, это пятая, шестая, седьмая, о, все, три страницы осталось. В этой главе я расскажу вам о демонах. Известно о них, известно, что о них идет дурная слава. Вот одна типичная история. Мой собеседник, некто Гергар, поведал мне о подземной сокровиществе демонов. По его словам, он побывал там пленником. Коды обширной пещеры окружены лавой, и никто не сможет войти или выйти, не попав в ее жар. Демоны держат там пленников рабами, и там же хранят бесчетные сокровища и золото. Не испугавшись, риска попасть в лаву или оказаться изумрованным. Гаргара выпил зелье телепортации и сбежал. Но я хотел узнать больше, и отыскал беса, который прояснил мне ситуацию. Мы, демоны, вывородные, трудолюбивые, и не жаждем богатств. Это порождает зависть, а завистники пускают слухи, грязные, злые слухи, и не верят ни одному его слову. Также бес добавил, что рабов они очень исправно кормят. Ну, то есть рабы-то есть, хоть они и не содержат никаких рабских поселений. Вот, взаимосключающие параграфы. Еще одна легенда, о которой я напишу, это клинок Гешаныда. В своих странствиях я видел много необычных собеседников, именно таким оказался лорд Негод, с которым мне удалось поговорить о его поместье. Он уповедал мне, что одно время был обладателем этого клинка, по его словам, сам Гешаныд, прославленный кузнец, подарил ему этот клинок на день рождения. По писанию, меч этот удивительно легкий, аккуратный и чистой работы. Гешанид воплотил в нем красоту стали никакие... стали никаких узоров? Что за стали никакую... Странная какая-то формулировка, ладно. Стали из золота на лезвии и никакой боевой магии. Благодаря этому клинок не испортит злым темным колдовством, чем подвержено обычное оружие. Да, странная формулировка. Обычное оружие волшебством портится, так? Здесь сказано, что никакой боевой магии. Что бы это значило, что на клинке нет никакой боевой магии или что? И оно поэтому не портится, потому что оно... Ладно. К сожалению, Негод не знал, где находится этот меч сейчас. Много столетий назад он был украден из хранилища. Я переспросил столетий. Негод кивнул, но каким образом он смог прожить так долго? Пояснить отказался. Легенда о дереве? Это значит, что Сергей не врал, когда говорил, что был вдохновлен Гоголем. Этот ученый на день рождения... Ох, что на день рождения? Я еще неправильно прочитал, что-то? Подарил мою этот клинок на день рождения? Да. Там двоеточие. Все в порядке с формулировкой. Тут двоеточие, а мне показалось, это пыль на моем мониторе. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Такой двоеточие, что его не видно совершенно. Не, ну серьезно, я даже без шуток говорю, тут поскорее на пыльном мониторе похоже. Среди жителей нашей долины ходит одна известная легенда о короне мира и о хранителе. Ее часто предсказывали, мне пересказывали, то есть, конечно же, по вечерам, а обычная выдумка, сказка, так я думал до встречи с Пелешкой, городским дурачком. Пелешка тогда жил возле Королевского замка, Спала на улице, жители давали ему хлеба, а он только улыбался, в ответ молчал и улыбался. Но, слышав про корону мира, схватил меня за рукав, он бормотал без остановки. И вот его сбивчивый рассказ. Давно, когда Пелешка был здоров, прятался он от дождя в пещере на севере. Вздумалось тогда пойти ему глубже, и видит он, как спит чудище серое, костяное, а рядом две открытые двери. Не удержался он и заглянул. Лежал там за ротой обруч с тремя высокими зубцами. Открас, и Пелешка наделал обруч на голову, помутилось тут в его голове. Чудище серое пробудилось, и забыл, и Пелешка очнулся, он уже в городе, и с той поры ни на какое дело больше не пригоден. Чем-то на горло мы похожи. Ну, только, конечно, конец другой. Вдохновленный гуглем, так вот откуда Ви, говорит Мендоса. Кто бы мог подумать, правда ведь. Газархун, говорит, ты правда назвал Гамин мертвым? Да я не помню. Просто на самом деле на Гамине очень много людей, довольно с таким тролльским, злобным мировоззрением. И мне это немножко раздражает. Так, что там у нас еще? Да, и спасибо за видос, очень приятных вечерком посматривать, говорит Грейдрэгон. Ну, это воды, конечно, записи стримов, поэтому еще более приятно это просматривать вживую, когда можно пообщаться, написать что-то стримеру. Ну что ж, у нас очень много всего, давайте закупимся еще стрелами. Восемь медиков. Определим наши предметы. Кто у нас мог определять предметы? А, это в башне, точно. То есть все это на поверхности, значит нужно нам отсюда идти. Пока мы здесь, давайте зайдем в храм и посмотрим, что здесь требуется принести в жертву. Это не то. Это выход. А, вот спуск красненьким обозначен, да. Офигеть, тут книжечки огромные понаписаны, говорит Драгомир. Ну, книжек не так уж и много на самом деле. Да, тут три беса изображены, значит нужны трупы, видимо, старших бесов. Но он один там такой, этот Киви, и без него уже Гамин не тот будет, говорит Экзаркун. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно. Не стоит ни о чем категорично говорить, если не особо на вопросе ты разбираешься, а я на Гамине почти не бываю.